Ну что, друзья, это третий квалификационный раунд к финалам, которые пройдут 11-12 числа. Собственно, с этих финалов один человек попадет в Китай на гранд-финал Чуань Лиги, который пройдет 16-17 июля в китайском городе Нанкин. Чемпионат проходит среди студентов. Ну и мы смотрим на сегодня последнюю игру, и сегодня мы узнаем, кто же станет шестым участником финального квалификационного этапа и присоединиться к Кунвиту, Виртуозу, Спирхеду, ICSM и совсем недавно вышедшему в этот самый финал стрим-снайперу. Ну что, смотрим мы за Рэд Рэмбо, который играет в патрон воинам. И ему противостоит Рика, который играет Зулоком. Ну и помимо Зулока у Рика еще есть Шаман, судя по всему. Это агрессивный либо Тотем Шаман, либо Лад Ласт. Там, собственно, довольно популярные все эти колоды. А у Рэд Рэмбо есть еще Разбойница. Кстати, мы видели от него эту Разбойницу. Это Миракл Разбойница и, в принципе, не меняет у героев, у басов своих Рэд Рэмбо. Как он играл патрон воинам и Миракл Разбойница, и так играет и в полуфинале, который, в принципе, у нас приравнивается к финалу. Ну что, давайте разбираться и смотреть, что у нас здесь происходит. Полностью зачищает стол сейчас Рэд Рэмбо для того, чтобы подсейвить своего пробафанного... Стоп, стоп, стоп. Сколько у него было здоровья? Что произошло? Бррррр, погодите. У Берсерка же было 4 единицы здоровья. Он ударился в черного археолога и умер. Что? Или на него было накинуто с черного археолога порча. Ага, судя по всему, на него было накинуто порча, я понял. Я провтыкал этот момент и был очень сильно удивлен. Плохая рука сейчас у Рика. Но я думаю, что можно, на самом деле, сыграть Лероя Дженкинса, просто потому что тебе больше нечего разыгрывать. Либо лайфтап и надеяться на то, что тебе придет какое-то существо за 4 единицы маны, а не какой-нибудь морской великан. И в таком случае ты совсем будешь мимо. Но вот Лерой, Лерой в принципе неплохо, размениваешься с двумя дракончиками, наносит 6 единиц урона в лицо Лероям. Плюс одна единичка от, собственно, самой щупальцы. Ну и ситуация, конечно, для Ред Рэмбо неприятная. Правда, есть возможность через кровь и гной и служителя боли разобраться с этим Лероем Дженкинсом. Что мы, скорее всего, сейчас... Ага, видимо, мощный удар сейчас отдаст. Или все-таки кровь и гной и буйный вурдалак. Ну а что? Кровь и гной, буйный вурдалак. Берем карту, накидываем на себя армор. И в целом все не так уж и плохо. Задумался Ред Рэмбо, как ему сейчас сыграть. Можно, в принципе, попробовать через Эра Финли найти маговскую обилку. Она, в принципе, для патрон-воина одна из лучших. Кстати, приходит патрон для Ред Рэмбо. Рико получает главаря банды бесов. Ну и на самом деле для Варлока уже становится все не так уж и хорошо, как казалось. Да, довольно агрессивное начало для него было. Но в итоге агрессия захлебнулась. Со столом Ред Рэмбо сумел справиться. И даже Лерой Дженкинс не помог. Ну и страш ужас, и, конечно, получить эту карту на ранней стадии игры, в мидгейме, это совершенно не то, чего бы ты хотел. Ну, допустим, ту же самую переполняющую мощь сейчас использовать совершенно не на что. Рико, потому что все бесы будут сейчас убиты. Или же один бес останется в живых. Да ладно, и ты подставишь своего... Нет, все-таки лицом забирает Ред Рэмбо беса, и это, безусловно, хороший, грамотный ход. Приходит гармок, одержимый крестьянин, но здесь урона очень много, на самом деле. Давайте считать, здесь может быть даже есть летал. 5, 13, атакуем и прожимаем вихрь. Получаем еще 5 единиц урона, 13, 13 плюс 5, 18. Жалко, нет возможности граммаша разыграть. 18. Ну, кстати, мне кажется, хороший ход через патрона. Через патрона. Размножаем его и пробафаем разъяренного берсерка. Ну, буйного вурдалака отдаем в гармока. Наносим кучу урона в лицо. Хотя такой плей на самом деле ненадежный, потому что следующим ходом через переполняющую мощь будет возможность Юрика разменяться с этим жирным разъяренным берсерком. Возможно, все-таки стоит более надежно сейчас сыграть. Но ход через патронов мне на самом деле нравится. Он очень агрессивный и зачистить его будет очень-очень сложно. Еще 4 единицы урона и 16 урона уходит просто в лицо Рика. И это, конечно, очень-очень больно. Но для Рика я не знаю, что его здесь может спасать. Этот Doom Guard на самом деле проиграл нему игру. Счет становится 1-0 в пользу патрон воина. И несмотря на то, что начало, в принципе, было за Рику. Но плохая для него рука. Не самая удачная в мидгейме, когда у него собрались и Лерой, и Страж Ужаса. И, собственно, эта самая рука ему игру и проиграла, к сожалению. Ну что, у Ред Рэмбо остается Миракл Разбойница. А у Рика есть Шаман и Варлок. Я думаю, что надо брать Шамана. Шаман очень круто играет с Миракл Разбойницей. И у тебя есть возможность, как минимум... Блин, да сколько можно, дружище? И, да, Рика все-таки берет своего Шамана. Агрессивного. Смотрите, какая забавная рука. Просто пати. Пати на веранде, вон, девочки, мальчики. Как бы все молоденькие, смотрите, за единичку. Ну, а рука у Ред Рэмбо на самом деле не такая уж и интересная. Ну, хотя удар в спину, в принципе, стал на самом комбинации неплохо. Но вот маскировка в начале игры тебе бесполезна. Вер Клинков против Шамана. Ну, да, ты сможешь разобраться с какими-то мелкими существами. Но не более. И, кстати, в данном случае стоит сразу ставить Талнаса и не закидывать удар в спид. Пока это твоя единственная возможность справиться с этим тотемным големом, имея в руке две замаскировки. И в данном случае, конечно, бывают такие моменты для разбойницы, когда ты имеешь в руке просто две маскировки, два колдблада и ты такой сидишь, юнитов нет, что делать, непонятно. Ну, в целом, в целом, эта игра очень похожа на то, чтобы она была за Рика. Хотя пока разбирается со столом Ред Рэмбо удачно и, в принципе, карты он надровал. Боже, какая же отвратительная рука сейчас у Ред Рэмбо. Если он сейчас топдекнет расхитителя гробниц, это будет идеально. И это Лерой. Да. Ну, а что делать? Просто прожимаем клинок и... Снимаем щит серебряного всадника. Кстати, мы не обратили внимание, что Рика с Серафинли взял себе смену облика. Это, безусловно, один из лучших вариантов для агрессивного шамана. Мы видим два молота Рока. Конечно, два молота Рока это уже перебор, но, в принципе... А вдруг здесь есть какой-нибудь Харрисон Джонс? В таком случае молот Рока тебе очень даже неплохо зайдет. Не, ребят, я не верю, что Ред Рэмбо с такой рукой здесь способен хоть на что-то. Ну... Я сам часто Меркл Разбойница и вот именно с такой рукой сижу и горю, потому что смотришь на какие-нибудь стримы других ребят, которые играют этой Меркл Разбойницей и достигают каких-то успехов. Либо там спрашиваешь своих знакомых, ребята, что сейчас сыграет лучше всего в Мете, они такие, типа, Меркл Разбойница. А ты такой смотришь на свою Меркл Разбойницу со статой там, не знаю, 0-10, условно говоря. А все потому, что вот ты играешь вот такой рукой. К сожалению, никто не застрахован. И решает пойти в Ол-Инн Рэд Рэмбо. Я не уверен, что у него есть шансы обогнать шамана в этой гонке, учитывая, что там на следующий ход ты уже будешь получать 6 единиц урона от молота Рока. И вот, только сейчас приходит Расхититель Гробниц, а это уже поздно, потому что на следующий ход здесь 6, плюс 4, 10, плюс 2, 12 единиц урона, и это летал. Возможности что-либо сделать Рэд Рэмбо нет никакой совершенно. Поэтому я абсолютно ничего не боясь, иду и меняю счет уже сейчас на 1-1. Ну вот не мог вот здесь ничего сделать Рэд Рэмбо. Ну вот, вот совершенно ничего не мог. И здесь еще и 2 бронячихся сержанта. А что, Рико, ты что, твоим вид собрался или ты летал сейчас пропустишь? 14 единиц урона есть у Рико, и этого более чем достаточно для того, чтобы убивать своего соперника. И в третьей игре мы увидим Миракл Разбойницу против Зу Варлока. Ну и это противостояние уже будет, пожалуй, более сбалансированным. Здесь уже шансов должно быть у Разбойницы больше. Хотя, если вновь будет такой же ровно заход для Рэд Рэмбо, то вряд ли его что-то спасет. Ну что? Рэд Рэмбо против Рико. Последняя игра на сегодня. Игра, в которой решится, кто же из этих игроков отправится в финальную часть квалификационного этапа 3-го сезона Чуань Лиги. И вновь мы видим отвратительную руку для Рэд Рэмбо. Я боюсь просто предположить, что в этой игре будет. Выставляем Огненного Беса, не беспокоимся совершенно. Бэкстеба у врага нет. Я просто высылаю мысленные импульсы Рико. Дружище, выставляй. Есть подготовка. К сожалению, подготовка тебе не позволяет поставить какой-нибудь юнит на стол. Да, если бы, кстати, подготовка давала возможность не только заклинания удешевлять, но еще и существ. Это было бы, конечно, очень круто. Но это тогда был бы второй такой друид. Ну что, выходит, расхититель гробниц на стол. Спасибо. Ну а Рико... Что делать, Рико? На самом деле можно попробовать черного археолога сейчас поставить и попробовать найти либо объявив сержанта, либо ликтленов для того, чтобы справиться с расхитителем гробниц. Но, к сожалению, ни то, ни другое не приходит. Кстати, зрителя турнира, наверное, можно взять. На самом деле хорошая карта, потому что она ломает сейчас кривую ману для Рэмбо. Потому что Рэмбо был бы вынужден, скорее всего, прожимать мастера клинков и в таком случае ничего бы не разыграл на стол. И ты бы... Ошеломление приходит для Рэд Рэмбо. Скорее всего, мы сейчас через подготовку увидим ошеломление на какой-нибудь огненного беса. Так, это у нас дровкарты. Блин, я, к сожалению, токсины пока не различаю по цветам. И название... Токсин королевской крови. Королевской крови, которая синяя. А, ну, типа понятен намек. Голубая королевская кровь. Продолжает играть очень агрессивно Рика, но он себе может это позволить, потому что у него есть Лерой плюс переполняющая мощь. И, судя по всему, господа, мы видим очень быстрые две последние игры, потому что справиться с этим натиском у Рэд Рэмбо возможности никакой нет. И Миракл разбойница просто в хлам проигрывает обе игры из-за отвратительнейшего захода на старте игры против двух агрессивных колод. Рика выбрал для себя просто шикарные колоды. И все, что ему нужно было сделать, это расправиться с патрон-воином. Вернее, даже не то, чтобы расправиться, а просто пройти через этого патрона. Но Рэд Рэмбо, судя по всему, просто сам прошел для Рика. Ну, в общем-то, на самом деле, Рика здесь выиграл даже не в самих играх, а выиграл просто банально пик. Ну и что? Все, летал. 14 единиц урона, и Рика становится шестым участником финала. Чем мы его и поздравляем. К сожалению, для Рэмбо его Миракл разбойница очень серьезно. Он его подвела в последних двух играх. Но вот совершенно ничего он не смог ей противопоставить. Такое, к сожалению, бывает. Бывает Миракл разбойница ставит на третий ход, не знаю, там 10-10 Ванклифа. А бывает, что совершенно ничего хода до пятого-шестого эта разбойница сделать не может. Ну что, друзья, мы сегодня посмотрели с вами очередной квалификационный этап. Что, безусловно, здорово. И у нас остался только один квалификационный раунд. 4 июня он состоится. Поэтому это последняя возможность для вас, для игроков, принять, собственно, участие в Чуань-лиге. Попытаться попасть в Китай. Для вас сегодня работал Александр Киндрантонов. Не забывайте подписываться на наши паблики, на мой паблик ВКонтакте, на паблик гейм-шоу Лиги ВКонтакте. Ну и обязательно заходите к нам на стримы. Всего вам доброго. Всем пока.